МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Социальное такси – несбыточная мечта инвалидов и пожилых. Очередь и хамство. Когда же сотрудники почты начнут работать нормально? Качественная картинка. Придет ли в удачный цифровое телевидение? В программу на связи обратились представители особой категории граждан. Они просят районных и городских властей рассмотреть вопрос создание службы социального такси. Почему у нас в городе нет социального такси? В других городах это есть. Для пожилых людей, для пенсионеров, инвалидов. Проехать подешевле нам уже трудно. Тем более в нашем городе, когда на автобусной остановке можно простоять полчаса, нигде нету таблички периода движения автобусов. Вот нигде. Служба «Социальное такси». Дополнительная мера поддержки отдельных категорий граждан. Услуга предусматривает специальное транспортное обслуживание. Дорога до поликлиники занимает два часа, а без тросточки еще дольше, рассказывает инвалид первой группы Ахмед Ахметьянов. Постоянно вызывать такси накладно. Приходится лечиться с помощью физических упражнений. Ноги стали отставать, как говорится. Потом расходить-то надо, поясница болит. Ну все, болит тело. Вот аж вот недавно еще шлепнулся. Сейчас грудь болит и плечо болит. Вот почему я за топор и взялся, разработать руку. Вот. Ну а что делать? Инвалидам и пожилым хочется выходить из дома не только в больницу, но также в магазин, на почту или на концерт. В таких случаях социальное такси стало бы настоящим спасением. В нашем городе это просто необходимо. Почему? Потому что все же социальные учреждения, как больница, почта, находятся далеко, разрозненно. А много пожилых людей, много инвалидов. Ну не так уж много, но все же есть, да. И им очень трудно добираться. И 130 рублей поездка – это уже накладно. Хотелось бы, чтобы предприниматели города несколько откликнулись и помогли социально незащищенной группе – инвалидам, пожилым и малоимущим. Идея запустить доброе такси зреет давно. С предложением создать специальную службу к органам власти и предпринимателям обратились к представителю общества инвалидов еще несколько лет назад. Но поддержки так и не нашли. Через многих лет президент общества инвалидов поднимали вопрос о необходимости специального такси. Желательно, подверникам, для людей с решением опорно-двигательного аппарата. Еще Анатолий Карасович Попов обещал изоткать возможность, так как это действительно необходимо для населения. О том, что специальный извоз необходим, говорят и сами таксисты. Но пока возможностей у них, а может и желания нет. Тем не менее, первый шаг к доброму делу сделан, считают районные власти. На сегодняшний день в рамках ведомственной целевой программы социальная поддержка населения Мирненского района предоставляется льготный проезд для некоторых категорий граждан. Применяются различные скидки, различные компенсации по межселенным перевозкам. То есть это из ближайших населенных пунктов в город Мирнен. Также предоставляется проезд, вернее, компенсация проезда жителям наших отдаленных населенных пунктов. Это села Сальдюкар и села Тасюрях. Есть еще услуга инва-такси, но ею могут воспользоваться только диализники. Так что обычным инвалидам приходится вызывать обычное такси. Мы неоднократно ставили этот вопрос. Весной мы ставили вопрос, летом ставили вопрос о том, чтобы все же выделили какие-то такси. А не надо их выделять. Сейчас с малоимущим инвалидом выдаются социальные карты. По этой карте сделать какую-то скидку, допустим, 70 рублей, не разорятся предприниматели, а пенсионеры, инвалиды скажут спасибо. Инвалиды и пожилые хотят быть социально активными, однако это получается не всегда. Как сделать их жизнь комфортной, когда машины с шашечками заработают для этой категории граждан? Когда появится служба социального такси? Вопрос остается все еще открытым. Чтобы воспользоваться почтовыми услугами, приходится отстоять длинную очередь. Клиенты утверждают, ждать приходится 2, 3, а бывает и 4 часа. Почему же так долго? Надоели постоянные очереди. Грубость и хамство в почтовом отделении. Когда же сотрудники начнут работать нормально? Центральное отделение почтовой связи обслуживает почти 40 тысяч человек, имеет 7 операционных окон. Прием клиентов ведется по системе электронной очереди. Почтовое отделение свою работу начинает в 8 утра. Клиенты собираются на полчаса раньше. Уверяют, так шансы совершить необходимую операцию становятся выше, иначе к желанному окошку не пробраться. Трагитивная работа почты. Бываю не часто, но этот поход на целый день сюда. Полдня здесь точно теряешь. Посылки очень долго получаю. Вчера приходила, я не дождалась. Здесь передо мной 25 человек было, два часа простояла, не дождалась. Сейчас это не знаю. Вот 30 дней. Вот 8 человек передо мной. Посмотрим, сколько будет. Знающие клиенты советуют. Для похода на почту нужно уметь подгадывать время. У некоторых даже есть свои хитрости. Вообще долго я сейчас уеду, я специально беру за час раньше, потом уезжаю по делам, езжу, и потом возвращаюсь, как раз получаю. Очень долго. Спасибо. О том, что мернинцы томятся в очередях и в главпочтанте, конечно же, знают, как и о причинах проблемы. На сегодняшний день в отделении связи одна вакансия оператора. Три новых оператора, которым мы обучаем. Из-за того, что не хватает одного оператора, место занимает и обслуживает начальник отделения связи. В 2017 году у нас будет внедряться новое оборудование на почтовые и кассовые терминалы, где все приложения, которые сейчас работают в отдельных приложениях, будут объединены в одно программное обеспечение. И я думаю, что скорость обслуживания одного человека ускорится. Из восьми операторов двое принимают юридических лиц. Еще один обрабатывает входящую почту. Клиентов обслуживают только пять специалистов. Каждый из них работает в 15 старых программных приложениях. Постоянно ругаюсь с ними. Заявление пишешь, а никакого уважения нету к людям. Даже бывают посылки теряются. Женщина пришла посылку получить. Где посылка? Нету ее? Я говорю, женщина, вы получили. Я говорю, так вы китанцу мне дали, что я получила. Ничего она не получала. Ищите, заявление написала на них. А только с ними ругаться. Постоянно так всю жизнь так и было. Вообще ужас. Оказывается, на почте есть дни высокой и низкой нагрузки. С начала месяца и до 20-х чисел идет выплата пенсии и оплата коммунальных платежей в пиковое время. А как в других отделениях? Ну, вы знаете, раз на раз не приходится. Вот я была буквально два дня тому назад, народу не было. Сегодня снова зашла, народу на почте нет. Очереди частенько бывают, конечно. Ну, как сказать. Работают девчонки исправно, в принципе-то. Работают доволен. Ну, как бы расширить бы, конечно. Потому что на такой город одно единственное отделение. И не очень. Тем не менее, в Центральном почтанте заверяют, проблему с большим потоком клиентов постепенно устраняют. Говорят, есть действенный способ борьбы с очередями. Если вы пришли на почту, и там очередь более пяти человек, вы можете позвонить по телефону горячей линии Почты России. 8 800 2005 3 8. Звонок бесплатный. Главное, надо знать индекс своего почтового отделения. Говорят, помогает. Когда же сотрудники почты начнут работать нормально? Придется потерпеть. Всему виной старое программное обеспечение. Переход на новое планируют в 2017 году. Следующий вопрос поступил от телезрителей из Удачного. Спрашивают, когда же у них появится цифровое телевидение. Когда удачный войдет в программу цифрового телевидения. Новая технология вещания позволяет телезрителям бесплатно принимать телевизионные и радиопрограммы цифрового пакета. Передачи транслирует Мирнинский цех радиотелевизионного центра. Трансляция идет в Мирный, Айхал, Чернышевский, Алмазный и Орылах. Цифровое телевещание еще не дошло до Удачного. Но ждать горожанам осталось недолго. В Удачном установят вышку для вещания цифрового телевидения. До конца этого года будут выполнены все строительно-монтажные работы. Необходимые материалы уже завезли. В марте 2017 года в городе появится 10 бесплатных федеральных каналов первого мультиплекса. Когда Удачный войдет в программу цифрового телевидения. Строительство государственной сети цифрового телерадиовещания в регионе продолжается. Планируемая сдача нового объекта связи в Удачном – март 2017 года. В этом сезоне на связи планируют больше выездных встреч со зрителями. Первый выезд уже состоялся. На встречу пришли десятки жителей. Главное, что их волновало – проблемы инвалидов, работа маршрутных автобусов, отсутствие уличного освещения, неудовлетворительное состояние подъездов, тротуаров и многое другое. Мы бы хотели себе помещение для работы с нашими детьми. Предприниматели предоставляют нам 5% всего по этой карте. Позавчера вообще ребенок у меня на улице остался. Вытолкнулась с автобуса, он ждал другого, опоздал на занятия. Бетон все сломали, оно там яма образовалась, а там постоянно дети в школу ходят. Мы подготовили официальные запросы по всем вопросам наших телезрителей. Ответы чиновников сообщим в ближайшее время. Уважаемые телезрители, задавайте свои вопросы в программу «На связи». Пишите, звоните, отправляйте видео вопросы и не забывайте оставлять свои контакты. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!